Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарычев. Задание 158. При каком значении b выражение принимает наибольшее значение? Найдите это значение. Итак, перепишем данное выражение. Давайте для начала мы это выражение упростим. В числителе мы ничего не можем сделать, а в знаменателе мы раскроем скобки. Итак, здесь у нас квадрат суммы двух чисел. Он равен произведению первого числа или первого выражения 0,5b в квадрате. Это будет 0,25b в квадрате. Плюс удвоенные произведения 0,5 на 9 и на 2. Значит, 0,5 на 2 единицы, на 9, 9. 9b. И плюс квадрат второго. 81. Теперь следующее. Точно так же мы раскрываем. 0,25b в квадрате. Теперь уже минус 9b, потому что разность. И плюс 81. Теперь приведем подобные. Так, в числителе 81 в знаменателе. 0,25b и 0,25b – это 0,5b в квадрате. Плюс 9b и минус 9b сократилось. И осталось 81 плюс 81 – это 162. Ну, в дальнейшем можно еще там как-то упростить, избавиться от вот этого коэффициента 0,5. Ну, в принципе, этого можно и не делать, и так можно с этим выражением поработать. Наша задача ответить на вопрос, при каком значении b данное выражение принимает наибольшее значение. Итак, выражение представляет собой дробь. Числитель у него фиксированное значение. При любом b это фиксированное число 81. А вот знаменатель изменяется. Ну, с изменением b изменяется как-то знаменатель. Когда же дробь примет наибольшее значение? А тогда, когда ее знаменатель примет наименьшее значение. Ну, в самом деле, знаменатель – это на что нужно разделить? Так вот, если число, на которое нужно разделить делитель, меньше уменьшается, то, соответственно, и частное увеличивается. То есть нам теперь нужно определить, а при каких значениях b вот это выражение принимает наименьшее значение. Начнем с того, что само b в квадрате больше либо равно нуля. При любых b, даже при отрицательных, оно будет больше либо равно нуля. То есть наименьшее значение b в квадрате принимает тогда, когда b равно нулю. То есть тогда вот это слагаемое будет самое маленькое, ноль. Меньше оно никак не может быть. Ноль пять – коэффициент положительный. Значит, тогда наименьшее значение знаменателя достигает, когда b равно нулю. А теперь вычислим значение самой дроби. Если b равно нулю, то тогда дробь 81 разделить на ноль плюс 162. Ну, 81 и 162 – это будет 1,2 или 0,5. Ну, и мы готовы дать ответ. Ответ. Еще раз читаем вопрос. При каком значении b выражение принимает наибольшее значение? Отвечаем. При b, равном нулю, данное выражение принимает наибольшее значение. И какое значение укажем? Одна вторая. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях и смотрите следующее видео на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok